Начальника железной дороги, главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов. Уже четвертый год подряд День железнодорожника празднуется не только в Красноярске. Выбирается региональная столица праздника из разных населенных пунктов, через которые проходит железная дорога. В 2010 году региональной столицей праздника стал город Иланский, в 2011-м – Багатул, в 2012-м – Абакан и Курагино, а в этом году – поселок Саянский. Специально к празднику здесь отремонтировали железнодорожный вокзал и пассажирскую платформу. На привокзальной площади разбили клумбы и сделали фонтан с подсветкой. Отремонтирован памятник-паровоз. Проведен капитальный ремонт железнодорожной поликлиники, которая является самым крупным объектом здравоохранения в поселке. Но главным подарком для жителей Саянский стал новый жилой дом на 55 семей, а также большой детский сад, который краевой бюджет и железная дорога профинансировали пополам. Рождался этот проект, я вам прямо могу сказать, в муках, в спорах. И тем не менее мы приняли именно такой проект, потому что он нам сильно понравился. Мы этот проект выставили в Москве на Манежной площади. И наш проект вот этого детского сада занял призовое место как проект года 2010. И вот сегодня мы его с успехом здесь реализовали. Детский сад рассчитан на 290 ребятишек. В каждой группе на прилегающей территории имеются игровые площадки с малыми архитектурными формами, качелями, скамейками и игрушками. Также детский сад оснащен бассейном, спортивным и танцевально-музыкальным залом. Уникальность этого детского сада в том, что он по архитектурным своим, как вы видели, сооружению очень красив и великолепен. Ну и конечно уникален он тем, что он выдержан согласно санитарным и противопожарным всем нормам. Это место для строительства было выбрано не случайно. Станция Саянская является узловой. Именно здесь предстоит заниматься развитием перехода Междуреченск-Тайшет. Это один из многих проектов, над которым сегодня работает железная дорога и правительство Красноярского края. Премьер-министр края Виктор Томенко приехал поздравить саянцев с профессиональным праздником и высоко оценил изменения, которые произошли в поселке. Еще, я думаю, поселку предстоит какой-то путь пройти для дальнейшего развития. Но то, что сделано в сравнении с тем, что совсем недавно собой представлял поселок, это, конечно, небо и земля. Хочется только, во-первых, порадоваться, во-вторых, поздравить наших жителей Саянского с тем, что у них вот такое вот качественное улучшение жизни происходит. Всего на благоустройство поселка Саянской магистрали потребовалось около 200 миллионов рублей. Это без учета крупных проектов нового детского сада и жилого дома, которые стали самым большим подарком не только семьям железнодорожников, которые живут и трудятся на станции Саянской, но и всем молодым родителям этого поселка.